Приветствую вас, уважаемый клиент. Приветствую вас, Елена. Прочитал ваш вопрос и честно говоря, мне кажется, что вы немножко не туда двигаетесь в контексте этой ситуации с молодым человеком своим. Вы пытаетесь понять, кто здесь справ, но с моей позиции и на мой взгляд вполне может быть такая ситуация, вполне может быть такой момент, что вы правы. Вот, и психолог не занимается тем, что говорит, кто прав. Вот, к сожалению или к счастью, я не знаю. Вот. Поэтому мне кажется, что вам здесь не спорить надо бы с тем, кто прав, а кто нет. Да, вот. Я думаю, что вам здесь надо бы слушать себя, вот. И вам надо бы прислушиваться к себе. И прислушиваться к себе уже стараться следовать, ну, какой-то своей позиции. Вот. Сейчас вы, мне кажется, идете по такому пути борьбы, по пути доминирования, по пути желания что-то доказать. Вот. Но, по сути, мне кажется, что за этим есть большая такая тревожность. Большое ощущение страха, вот. За этим, мне кажется, есть большая такая потребность в уверенности, вот, в себе. Мне кажется, что есть большая такая тревожность у вас и неумение с этой, как мне кажется, неумение с этой тревожностью обращаться. Вот. Мне кажется. Соответственно, соответственно, на мой взгляд, вам желательно с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии, вот, в том подходе, который есть. Я продвигаю, да, тот подход, который мне близок. Вам желательно разобраться в себе и смотреть на себя. Замечать себя, замечать свои реакции, вот, а не пытаться кому-то что-то доказывать или пытаться понять, кто здесь прав. Ну, потому что лично моя позиция заключается в том, что правы оба. То есть правы, правы и вы может быть прав, в принципе, и мужчина. Ну, потому что провода, это такая штука, она у каждого своя. У каждого, знаете, своя правда. И мне кажется, что это нормально, нормально, что у каждого есть своя правда. Момент в том, что вы, как бы, не до конца уверены в себе, не до конца уверены в своей, вероятно, правде. И начать здесь нужно с того, что вы, в принципе, встречаетесь с женатым человеком, человеком, который вам полностью не принадлежит. И здесь вполне могут быть определенные трудности, трудности с самооценкой, определенные трудности с вашей самооценкой. Вот, определенные трудности с тем, как вы, эээ, репрезентуете себя мужчином, мужчином, понимаете. И, эээ, следование, вот, такому, стереотипу, эээ, вот, что, плавота может быть, эээ, абсолютная. Она может быть, эээ, ну, она может, эээ, принадлежать, эээ, кому-то. То есть, либо может быть, прав мужчина, либо, может быть, прав, эээ, ну, либо, может быть, вы правы, правы быть. Вот, мне кажется, это деструктивная позиция, которая уже, ну, эээ, мне хочется верить, эээ, потихонечку остается. Эээ, поэтому, потому что, она приводит, эээ, вот, по моему опыту, да, она приводит, эээ, ну, в основном, к, только, эээ, ну, конфликтам. То есть, это очень конфликтная такая позиция. Это очень, ээээ, конфликтогенная позиция. Позиция, где, эээ, очень, эээ, легко, ээээ, можно, эээээ, как бы, ну, скатиться в противоборство, в противоречивость, эээ, скатиться в эээээ, борьбу. А отношения, это все-таки немножко другое. Отношения это, ну опять же, как мне видится, отношения это не борьба. Отношения это взаимное принятие друг к другу. И мне кажется, что задача в том, чтобы вам, чтобы вам научиться принимать себя, принимать другого человека. Не пытаясь, там, как-то его подавить, его побороть, не пытаясь отстаивать свою правоту. Хотя и заботиться о личных границах, безусловно, нужно, можно и иногда необходимо. Но вопрос, конечно, заключается в том, как вы это делаете. То есть одно дело, если вы делаете это вот так, как сейчас, то есть вы говорите примерно о том, что либо я права, либо он прав, рассидите и воспринимаете психотерапевтом, как, ну, как арбитра. Вот и другое дело, если вы хотите, там, например, ну, допустим, если вы хотите разобраться в себе, да, если вы хотите себя, допустим, понять, и, ну, хотите научиться, например, научиться чувствовать себя, научиться ощущать себя, научиться, ну, быть более естественным в контакте, не находиться в постоянном напряжении из-за того, что там кто-то может вас обмануть и так далее. Вот вы говорите, что, что мужчина может хитрить. Ну, может он и может, может он хитрить, а может быть и нет, но я этого не знаю. Вот, не знаем этого, в принципе, и мы, сейчас никто этого не знает. Вот, но мне кажется, что не этого, мне кажется, важно то, что вы сами чувствуете, мне кажется, важно то, что вы сами ощущаете. А проблема здесь, на мой взгляд, в том, что вы не доверяете себе, вы не доверяете своим реакциям. Вот, и, мне кажется, это то, что генерирует у вас ощущение постоянной тревоги. Вот, из-за чего вам, так или иначе, неспокойно. Понимаете? Вот, вам неспокойно и вы постоянно вот, ну, постоянно угрозой находитесь, как будто бы. Вот, и может быть она есть, и она есть, потому что мужчина, по моим ощущениям, вас использует. И я не могу не задать этот вопрос, эм, почему у меня появляется такое чувство, что человек вас использует. Потому что, несмотря на, допустим, свою определенную воинственность, но на свою, даже некоторую, наверное, не пытаюсь этого слова, агрессивность, вы готовы, чтобы самость у вас использовалась. Ух ты, может быть, близкие люди, которые вот к вам близки, так или иначе, я имею ввиду, например, мужчина, если он вам близок, если у вас есть к нему чувства, да, вот. Он вполне может чувствовать, понимать, что способен вас использовать, к сожалению. И если это так, то ваша тревога не беспошла. Но, в то же время, вы себе абсолютно, насколько это возможно, не доверяете. И пока вы себе не доверяете, естественно, люди могут вас использовать. Потому что использовать обычно тех, кто себя не слышит. И в данном случае, к сожалению, мне кажется, что вы себя именно не слышите. Вот. И задача, задачей, точнее, задачей психотерапевта, задача психолога, задачей психолога, я вижу именно помощь в том вам, чтобы научиться себя слышать, чтобы научиться себя чувствовать, чтобы научиться себя ощущать. Вот. Я вижу в этом вам помощь. А не в том, чтобы говорить, кто прав, а кто нет. Потому что это деструктивный, стереотипный путь. Вот. Что еще хочу сказать? Что вы, на мой взгляд, игнорируете факты своей ответственности. Вот. Что это значит? Что значит, что вы, ну, что означает? Что вы игнорируете факты своей ответственности. Это означает, что, вот, когда мужчина говорит о том, что какие-то вещи он делает для вас. Вот. Вы это воспринимаете определенным образом. То есть вы, как бы, ну, не всегда воспринимаете это, как сказать, не всегда. Вы это воспринимаете, ну, как мне кажется, конструктивным. То есть не всегда вы позволяете мужчине остаться со своей ответственностью за то, что он сделал, а себе остаться со своей ответственностью за то, что он, ну, за то, что вы сделали уже. Понимаете, да? Вот. Вот. Мне кажется, это очень важный момент на самом деле, потому что вот этот постоянный страх, что на меня нависит большее количество ответственность, чем я могу вынести, чем мне будет комфортно и так далее, вот этот постоянный страх, напряжение, вот. Оно ведь влияет, оно ведь оказывает очень сильное влияние на человека, на его свободу, на его поведение, на его ощущение, на его восприятие другого человека, да. И вполне вероятно, что если бы вы были уверены в себе и уверены, ну, уверены отказывались, например, от той ответственности, которая вам не нужна, да, если бы вы могли, например, твёрдо сказать «нет» человеку, вот. Я не буду, там, ну, делать чего-то, я не буду поступать как ты хочешь, я не буду, там, не знаю, отвечать за то, что ты хочешь, чтобы я отвечал или отвечала, вот. Мне кажется, что в этом случае, в этой ситуации было бы легче вам, вы были бы уверены, вы были бы открыты. Сейчас этого, как мне кажется, не происходит, не происходит этого, потому что вы боитесь, вам страшно, вот, как мне кажется. И это, мне кажется, нормально, что вы защищаетесь, вот. Но, в то же время, это, постоянная война, это, постоянная война, это, постоянная придача к себе, это не умение, не умение расслабляться после контакта с человеком, не умение расслабляться при взаимодействии с ним. И, на мой взгляд, не умение обращаться со своими чувствами, ведь то, что вы описываете, идёт по большому счёту из вашего сознания, из вашей головы, это не идёт из ваших чувств. Вот, а мне кажется, что самое важное, это, как раз таки, то, что вы чувствуете, то, что вы эмоционально приносите в свой, ну, в своё взаимодействие с человеком. Понимаете, как раз таки, вот, если вы принесите в свой взаимодействии с человеком, только, а разогнаться с человеком, только, ну, какую-то, ну, какую-то, вот, историю связанную с стереотипами. То ничего хорошего не получится, конечно. Ну, просто потому, что такие отношения, они обречены на коммерцию, на выгоду. Вы можете сказать, что, ну, это же не я, это же мужчина пытается, пытается, ну, воспользоваться. И, в какой-то степени, вероятно, вы будете в этом правы, в какой-то степени, но вы всегда можете отказаться. Вы всегда можете сказать человеку, что нет, меня не устраивает то, как ты себя ведёшь, меня не устраивает то, что происходит между нами и так далее. Ну, вопрос, именно, именно такого не поступало, насколько я могу судить. И мне кажется, что вы принимаете факт того, что мужчина, например, будучи женат, взаимодействующий с вами, вы принимаете факт того, что вы не единственная женщина в его жизни. Вы принимаете факт того, что, по сути, вы, ну, как бы, не временный, не главный партнёр в личной жизни человека. И мне кажется, что этим и себя обесцениваете. Уже обесцениваете. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, мужчина может отражать вам то, как он, ну, то, как вы себя воспринимаете, то, как вы к себе относитесь. И, конечно, вам это может не нравиться. Конечно, вас это может не устраивать. Конечно, вам может, как бы, ну, это быть больно. Вообразок считается в том, насколько вы принимаете факт того, что вам может быть больно. Насколько вы замечаете факт того, что вам больно и насколько вы приносите в, ну, вот, во взаимодействие с человеком, с мужчиной, вот, насколько вы приносите факт того, что вам больно. Потому что, мне кажется, мне показалось, что вы этого либо не делаете вовсе, вот. То есть, либо вы вовсе не делаете вот это. То есть, либо вы вовсе не приносите в контакт с мужчиной. То, что, то, что вы ощущаете. Вот. Либо вы это скрываете и приносите как, ну, как следствие страха, следствие тревоги, следствие определенной такой неудовлетворенности. Тринадцатая на него. Вот. Знаете. Я бы сказал, что очень мало чувств в ваших отношениях. Очень мало эмоционального и духовного. Вот. И если вы хотите разобраться в себе, то мы, безусловно, вам поможем. А то, что вы описываете, на мой взгляд, это несколько движений в деструктивную сторону. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.